МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный символ страны. Как Алтайский край отмечает День государственного флага России. За причиненный моральный вред родители погибшей девочки добиваются в суде компенсации от больницы Угловского района. Премия к профессиональному празднику. Лучшие педагоги края получат по 50 тысяч рублей ко дню учителя. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня в двух городах края Барнаули и Рубцовске с размахом отмечают День государственного флага России. Впервые трехцветное полотнище подняли над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Триколор пришел на смену символом серпа и молота. День флага не является выходным днем, но во многих городах страны его отмечают торжественными мероприятиями. Так в Барнауле уже подходят к завершению флешмоб и праздничное шествие. Чуть позже на площади Советов всем желающим начнут раздавать ленточки Триколор. А в Рубцовске специально к этому дню сшили 50-метровый флаг. Шествие с ним начнется в 6 часов вечера от сквера комсомольской славы и закончится большим концертом. Парламентско-общественные слушания по изменениям в пенсионном законодательстве, которые состоялись накануне, длились больше 4-х часов, пишут журналисты Политсибру. Всего к законопроекту предложено рассмотреть больше 100 поправок. Не только об этом в обзоре материалов Сибирской медиагруппы. Почти 600 человек из всех российских регионов, в том числе и Алтайского края, приняли участие в обсуждении изменений в пенсионном законодательстве. Выступали многие. К примеру, глава общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что предложение о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет – это переборы. Коллеги в регионах с этим согласны. Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов поднял вопрос о сохранении досрочных пенсий медицинским работникам. В заключении встречи было отмечено, что обсуждение вопроса продолжится в рамках деятельности рабочей группы. Ее первое заседание состоится в начале сентября. Жители сразу нескольких населенных пунктов Алтайского края обеспокоены ростом численности непарного шелкопряда. Как рассказал корреспондентам аргументов и фактов Алтая, специалист отдела охраны лесов Минприроды края, поводов для паники нет. Не стоит бояться бабочек, отметил он, опасны лишь гусеницы. Специалист советует жителям сжигать яйцекладки, а с гусеницами бороться специальными препаратами. К примеру, использовать те же, что и в борьбе с колорадским жуком. В целом ситуация находится под контролем Минприроды края. День города в Барнауле в этом году начнут отмечать только в 7 вечера, за час до окончания голосования по выборам губернатора края. Журналисты «Комсомольской правды» Барнаул напоминают, что оба эти события пройдут 9 сентября. После представления на площади Сахарова молодежной программы «Барнаул молодой» с 19 до 19.30 здесь же пройдет турнир по профессиональному боксу. Праздничный фейерверк на этот раз состоится в 22 часа 30 минут. Татьяна Голубева, Наши новости. Эксперты мирового уровня в области пантового оленеводства в эти дни находятся на Алтае. В Белокурихе проходит 7-й Всемирный конгресс оленеводов. Приехали специалисты из 18 стран, в том числе Новой Зеландии, Китая, Кореи, Австралии, Канады. Эксперты делятся новыми технологиями в переработке сырья пантового оленеводства, обсуждают дальнейшее развитие отрасли, в том числе применение продукции в лечебных целях. В рамках конгресса работает выставочная экспозиция краевых производителей продукции, изготовленной на основе сырья пантового оленеводства. Гости также посещают местные моральники и перерабатывающие предприятия. Конгресс завершит свою работу 25 августа. К делу о смерти ребенка по вине врачей больницы Угловского района края привлекли специалиста из другого региона. Напомним, в мае прошлого года 10-летнюю Надежду Наумову, страдавшую гидроцефалией, доставили в ЦРБ Угловского района. Как показала независимая экспертиза, которую провели в Петербурге, девочка скончалась из-за того, что врачи не своевременно оказали ей медицинскую помощь. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело, но в дальнейшем его закрыли. Теперь родители маленькой Нади добиваются в суде компенсации от больницы в 2 миллиона рублей за причинение морального вреда. Накануне прошло очередное заседание. Заслушали свидетели, в том числе реаниматолога, который, по словам родителей погибшей девочки, помощь стал оказывать спустя полтора часа после обращения в больницу. Он врал там вообще от начала до конца. Если в показаниях педиаторов главного еще где-то была правда, то этот вообще все, я даже не выдержала заседание, пока он врал это все, меня аж выставили из заседания, пока его допрашивали. Размер моральной компенсации суд пока не определил, но удовлетворил требования родителей о подключении к делу новосибирского врача, который наблюдал девочку на протяжении 10 лет. Очередное слушание пройдет 30 августа. Барнаульцы смогут принять участие в акции по сбору вторсырья. В эту субботу активисты движения «Мусора. Больше нет. Барнаул» будут принимать пластиковую упаковку, аэрозольные баллоны, алюминиевые банки. Также на вторичную переработку принимают одноразовую посуду, градусники, крышки для консервирования. В Барнауле и по всей России такая акция проходит несколько лет подряд. Люди приносят даже фантики, картон, бумагу, пакеты и бытовую технику. Многие из вещей откладывают для нуждающихся книги, посуду, одежду. В официальной группе ВКонтакте размещен список мусора, который подходит для вторсырья. С ним лучше ознакомиться заранее, так как на акции, например, не принимают хрусталь, лампочки или шприцы. Избавиться от ненужных вещей и сделать планету чище можно будет в эту субботу с 13 до 16 часов на парковке Агропарка, проспект Космонавтов, 8, дробь 2. Лучшие педагоги Алтайского края получат до 50 тысяч рублей ко дню учителя. В регионе подвели итоги конкурса среди работников сферы. В числе награжденных 60 человек. Среди них учителя начальных классов, социальные педагоги, психологи, воспитатели и молодые специалисты. Больше всего наград завоевали педагоги из Барнаула. Напомним, впервые конкурс проводился в 2007 году, сейчас он традиционный. Его участникам необходимо представить собственные проекты и образовательные программы. Кроме того, учитывают вклад учителя в развитие системы образования. Эффективность работы отечественных геологов вырастет в разы благодаря барнаульским инженерам. Они разработали и накануне презентовали новую буровую установку. Модель создали на заводе Алтай-Геомаш. Эта мощная буровая установка предназначена для добычи твердых полезных ископаемых из скважин разных типов, вертикальных и наклонных. Как отмечает завод-изготовитель, машина способна конкурировать с иностранными аналогами, при том, что большая часть комплектующих отечественного производства. Мы взяли показатели, конкретные показатели лучших иностранных машин и поставили задачу себе их перекрыть. Эта машина, я повторяю еще раз, практически состоит из тех узлов и агрегатов, которые делаются у нас на предприятии. Глубина бурения от 500 до 1350 метров. Управление автоматизировано. Его регулируют переключатели на пульте. Аналогов ему нет даже в импортных машинах. А программой можно управлять с мобильного телефона из отдаленных территорий. Встроенные автоматические датчики предотвращают возможные аварийные ситуации. Внутренняя часть кабины утепленная, что позволит вести работы в суровых погодных условиях. Алтайскую разработку высоко оценили гости презентации. Эксперты из Москвы, Урала и Казахстана. Компактный, легкоуправляемый. То есть, я бы сказал, что очень хороший станок современный. То есть, отвечает нашим сейчас требованиям. Руководство Алтай Геомаши намерено и дальше расширять модельный ряд установок и оборудования. Внедряя собственные разработки. Для различных скважин, для различных направлений бурения, глубин бурения, надо иметь линейку машин, которые будут обеспечивать все эти вещи с наименьшей себестоимостью. Значит, сегодня завод к этому стремится. И сегодня на заводе практически эта линейка есть. О повышении конкурентоспособности и совместном развитии отрасли поговорили уже в ходе круглого стола. Руководство Алтай Геомаша готово выйти на серийное производство машин. Для этого у завода есть все необходимые мощности. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае прохладные почти на всей территории региона дожди. В Барнауле днем 17 выше ноля, юго-западный ветер и временами дождь. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин